Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 октября 2021 года. Вечер, 5 часов вечера. Хочу вам показать обзор своей стройки. Всё, сын выложил 12 рядов. 13 ряд – это будет армопояс. На зиму его делать не стал. Сказал, рано весной сделаю армопояс и начну делать крышу. По черепаше, по черепаше, но стены выложил. Выложил один. Мы ничего с мужем не помогали. Сам месил раствор, сам ложил блоки. Нанизу у нас блоки покупали мы. Белобережские, у Брянска плохие очень. Сверху, вон там ещё дыру не замазал, белорусские. Белорусские тоже чего-то. Вон, видите, вверху что творится? Хорошо, что вверху полопались, осыпались. Кажется, белорусские были же вроде бы намного лучше. Но вот в такие изъяны попадаются. Это будет... Мы обшивать ничем не будем снаружи. На следующий год постараемся его хорошо поштукатурить и покрасить. И больше ничем заниматься не будем. Ширина стены у нас 30 сантиметров. Нормально всё. Это достаточно. Вот здесь вот пытался он заделать швы. Но у нас закончился цемент и не хочет больше привозить. Сказал, всё это весной заделает. Будет сверху ложить плёнку. Укрывать это всё. Ну, а так трещин нигде ничего нету. Вот только осыпается. Вот спрашивается, чего она осыпается? Что ему надо? Белорусские осыпаются. Главное, наши брянские. Они хуже, но не осыпаются. Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Шесть рядов наших брянских, а это белорусские. А белорусские сыпятся. Хотя вроде бы по прочности кажется лучше. Вот, не видите? Не хватило цемента замазанного. Но закроется всё плёнкой. Думаю, всё перезимует. Нормально будет. Теперь нужно внутри навести порядок. Эти блоки, которые остались. Так, сейчас попробую пролезть. Здесь вот, как я называю, это топка здесь будет. И при уходе здесь будем раздеваться. Это будет наша кухня. Вот эти вот блоки все пойдут на щебёнку, на дорогу. Значит, на дорогу. Это будем мы потихонечку бить. Так, здесь всё он позамазал. Здесь всё сделал. Здесь мы хотели кухню, но я не хочу. Хватит с него и такой кухни. Здесь будет маленькая хорошая комната. Вот что-то подвели белорусские блоки. Я только решила на свои, на брянские. А получилось наоборот. Так, здесь у нас он трава поросла, попорвал муж траву. Здесь вот будем потом делать перегородку, когда полу сделаем. Туалет с ванной здесь будет. Мойка. Сына хватит. Здесь он обштукатурил на зиму, чтобы не обсыпались. Это штукатурка просто такая. А потом будет штукатурить идеально. Выравнивать, полы заливать. Это его комната будет. Так, вот это будет его комната. Так, высота у нас получится 13 рядов. 2,60. Ну, может быть, там что-то уворует. Пол немножко, сантиметров 5 каких-то. Это должна быть дочерина комната. Если замуж не выскочит, пока мы не построимся. Ну, а так планировали эту комнату для дочери. Ну, если замуж выскочит доча, значит, тогда все это будет сынова. Нам с мужем много не надо. Вот и все. Так, размеры. Если я не ошибаюсь, 9,5 на 9,5. Где-то так. Где-то 80, около 90 квадратов. Я не люблю слишком большие дома. Двухэтажные. Он хоть бы с этим домом справился. Думаю, года за три построимся. Крышу он хочет металлическую полностью делать. И балки металлические. Все металлическое. Пусть делает по своему вкусу. Сколько мы с мужем проживем здесь, я не знаю. Сколько. Все-таки, как-никак, 64 года. Нам. Так что... Единственное же мое упущение, что нужно было раньше начинать строить. Не получалось. Отец у меня был. Ухаживала за отцом. Четыре, около пяти лет. Мне не до стройки было. Это уже после смерти отца мы начали строиться. Ну вот и все. Откровенничала с вами. Вот это вот все. Когда справлюсь с огородом, будет щебенку. И щебенка вот здесь вот будет впереди укладываться. Этот вот срач, грубо говоря, весь уберется. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова